Врач назвал 7 ошибок, которые категорически нельзя допускать при лечении COVID-19. Врач рассказал, какие ошибки категорически нельзя допускать при лечении COVID-19. В Украине по состоянию на 19 октября насчитывается более 300 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Наша страна в рейтинге количество случаев заражения поднялась на 25 ступень. Несмотря на официальные данные, которые говорят о невысокой смертности от коронавируса, по сравнению с некоторыми другими странами, иногда пациенты допускают ошибки в лечении, которые могут привести к летальному исходу. О таких и многих других ошибках больных COVID-19 рассказал врач-инфекционист Киевской больницы номер 4 Евгений Дубровский, передает Волынь онлайн. В частности, Евгений Дубровский рассказал о том, чего не нужно делать тем, кто заболел COVID-19-1. Нельзя паниковать. Несмотря на банальность этого утверждения, паника – страшный и грозный повреждающий фактор, который приводит к непредсказуемым последствиям. Суета, агрессия, отчаяние – вся палитра ненужных эмоций выливается в непродуктивное русло и наносит вред пациенту и его близким. Врач подчеркивает, что негативное влияние стресса на наш организм неоспоримо, а на текущий момент, когда еще не изобретены вакцины и лекарства, он является единственным нашим защитником. 2. Нельзя употреблять антибиотики на ранних сроках заболевания. Врач еще раз уточняет, что антибактериальные препараты борются только с бактериями. При этом такая профилактика может только отравить организм. Часто после такого профилактического приема антибиотиков, пациентов привозят с тяжелой пневмонией уже на 6-8 день развития болезни. Медик подчеркивает, что с вирусами нужно бороться именно противовирусными препаратами, однако специфическое лекарство именно против коронавируса пока изобретено не было. Также врач уточняет, что для назначения антибактериальных препаратов есть показания, характерные изменения в анализах. Рентгенологическая картина, клиническая картина и еще некоторые нюансы. 3. Нельзя сдавать тест сразу после контакта с больным. Инкубационный период после заражения коронавирусом составляет 2-14 суток. В норме сдавать анализы после контакта с зараженным нужно как минимум через 5 суток, в среднем 7-10. Какой смысл бежать и сдавать тесты сразу после контакта? Что мы хотим увидеть? Отрицательный результат. И что дальше? Он не информативный. Человек заболеть может значительно позже. Он это почувствует. Бесимптомные формы, казус, который подлежит серьезному разбору и анализу. Действительно ли эти люди больные и заразные? Даже в случае легкой незаметной формы есть и будут жалобы. Как минимум слабость, усталость, невысокая лихорадка. Может исчезнуть вкус или обоняние. Тогда уже становится понятным, кто заболел и кого целесообразно обследовать. Пустое, лишнее обследование отнимает ваше время и деньги. Подчеркивает медик. 4. Бежать в стационар. Врач подчеркивает, что достаточно часто больные не уверены в опыте своего семейного врача и поэтому бегут к врачам в стационарные больницы. Медик отметил, что понимает их, однако врачи стационаров вынуждены после контакта с тяжело больными общаться с паникерами, у которых может и не быть коронавируса вовсе. Кроме того, из-за такой паники люди с легкой формой занимают место тяжело больных, а коек осталось совсем немного. Для стационарного лечения есть показания, критерий тяжести. Если после осмотра не видно опасных симптомов или подозрения на негативную динамику, человек должен лечиться дома. Это нормально и вполне оптимально. В основном COVID-19 не переносится тяжело. Оставьте кислородные палаты для тяжелых больных. Уважайте тех, кому действительно нужна серьезная помощь, и тех, кто ее предоставляет. Отмечает доктор, 5. Недооценка вируса. Медик отмечает, что помимо паникеров, образовался второй тип лечащихся, бессмысленно беспечные. Нередко больные занимаются самолечением в моменты, когда болезнь обостряется. Так нередко в стационар попадают те, кто самостоятельно сбивал 40-градусную лихорадку. Именно для таких пациентов развернута сеть больниц, подчеркивает медик. Мы оснащены, подготовлены и готовы оказать помощь действительно тем, кто в ней нуждается. Не теряйте время, обращайтесь вовремя. Подчеркнул врач. 6. Бесконтрольный прием противовирусных. Медик объясняет, что противовирусные препараты не действуют на вирус прямо, а только стимулируют нашу иммунную систему. Как-то раньше они как работали, но с COVID-19 есть важный нюанс. COVID-19 – необычное заболевание. Наши знания о COVID-19 расширяются. Мы уже знаем, что при коронавирусной инфекции наблюдается вирус-ассоциированный генерализованный иммунный ответ. Что это значит? Это означает, что сам по себе COVID-19 не оказывает такого разрушительного воздействия на ткани и клетки. Беда случается, когда организм неадекватно отвечает на чужеродный агент. В случае дисбаланса иммунной системы происходит неправильный защитный ответ. И иммунные клетки, убивая вирус, наносят значительные повреждения собственным тканям. 7. Компьютерная томография. КТ – прекрасный высокоточный ценный метод, который в контексте COVID-19 используется очень часто нецелесообразно. Впечатляющее несоответствие состояния больного и КТ-картине. Отсутствие возможности прогнозировать заболевание, невозможность определить сроки заболевания, никакой помощи в выборе тактики лечения. Абсолютная невозможность определить динамику и посмотреть на эффективность лечения. Что лучше? Обычный рентген на 6-7 сутки. Он покажет четко, есть ли бактериальная пневмония. Тогда сразу можно принимать решение о назначении антибиотиков. И проверить затем контрольным. Снимком эффективность. Напомним, ранее сообщалось, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных COVID-19, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине 75,7% от всех смертей от коронавируса составляют люди в возрасте старше 60 лет.